Всем приветствую, меня зовут Алексей Бережок. Я представляю компанию Inferit и хочу рассказать в своем докладе о том, как мы интегрировали Gnome Online Accounts с сервисами Яндекс в российской операционной системе MSVSphere. Я являюсь одним из разработчиков MSVSphere. Это операционная система общего назначения на основе ядра GNU Linux. Хочу добавить то, что все эти наработки, о которых я рассказываю, они уже интегрированы в операционную систему и доступны для скачивания. Вот здесь я привел адрес репозитория. Особенностью MSVSphere, ну не особенностью, а фичей, то, что по умолчанию используется графическая оболочка Gnome. В графической оболочке Gnome есть такой пакет Gnome Online Accounts, а также в комплексе есть программы, которые реализуют бесшовную интеграцию с онлайн-сервисами, то есть онлайн-сервисами с сетями, но в стоковом Gnome Online Accounts, как вот можно увидеть на картинке, нет ни одного российского сервиса, то есть, например, тот же самый Яндекс и другое. Что как бы этот Gnome Online Accounts позволяет? Он позволяет бесшовно интегрировать там, например, диск, почту, ну и так далее. Немножечко хотел бы рассказать о структуре Gnome Online Accounts, а также тех пакетах, которые ему пришлось изменить. То есть, первое, это Gnome Online Accounts и Gnome Control Center, они как бы предоставляют интерфейс, который позволяет добавить, например, онлайн-аккаунт, пройти как бы авторизацию, то есть, если это, например, какой-то сетевой интерфейс, он требует, например, получения токена, то он как бы дает окошко, которое позволяет получить там вначале код доступа, потом токен и потом это сохранить. Либо это может быть какой-то сервис, который требует просто логина и пароля. Потом есть программы из окружения Gnome, это, например, Evolution, это почтовый клиент, потом в Evolution также есть календарь, потом список задач, потом адресная книга. Есть, например, программа Gnome Calendar, которая отображает календарь. Есть там набор утилит Gnome Shell, которые тоже могут обращаться к этому сервису. И они, получается, не запрашивая уже повторно данные, то есть конкретно для аккаунта, могут отображать содержимое этого сервиса. Это почта, например, события и так далее. Есть, например, наутилит, это файловый менеджер, который может отображать содержимое операционной системы, а также премонтированных файловых систем. А есть пакеты, я их так называю, прокси-пакеты, которые именно организуют непосредственно доступ к данным. То есть там организованы все алгоритмы. Это Evolution Data Server и GVFS. Через них происходит доступ, они хранят эти сведения об аккаунте, точнее сказать, через них и через API, через Gnome Online Аккаунт происходит обращение к этому хранилищу аккаунтов, ну и эти программы отображают эти сведения. Получается, в чем удобство Gnome Online Аккаунт, что все, получается, сетевые записи хранятся в едином хранилище, ну и не надо для каждой записи, ну то есть каждый раз, для каждой программы повторно делать запросы. Мы решили первым делом интегрировать Gnome Online Аккаунт с Яндекс. Для этого был добавлен отдельный провайдер, у которого были описаны свойства, например, почта, календарь, файл с методиски. Потом были описаны точки авторизации, был описан тип провайдера, что это типа OAUS-аутентификация, то есть получением токена. Были описаны все урлы, то есть все параметры данного провайдера. И данный провайдер, ну как бы все эти изменения были упакованы в пакет и запущены. И как можете увидеть, на экране появился Яндекс, который позволяет, вот окошко позволяет пройти аутентификацию. После этого появляется окошко, которое говорит, какие сервисы вам интересны, то есть чтобы их интегрировать в окружение пользователя. Почта, календарь, файл, ну как бы показал, что данный аккаунт, после того, как он был зарегистрирован, ну и добавлен, он появился в списке, то есть можно посмотреть в графической утилите ключи и пароли, что он появился. А также с помощью утилиты командной строки, ну там из набора GNOME Online Accounts можно увидеть, что вот он добавился, Яндекс.Провайдер новый, там вот есть там параметры пользователя, точки входа и так далее. Но изменение только в GNOME Online Accounts, ну как делали там запрос насчет того, что добавьте, пожалуйста, отечественные сервисы, оно как бы ничего не решает, то есть он просто есть и есть, ну то есть и на этом все, то есть аккаунт сохраняется. Нужно еще, ну для того, чтобы было удобно GNOME этим пользоваться, доработать какие-то дополнительные программы, которые вот здесь вот на этом кадре я покажу. Первый шаг это был интеграция с почтой. Интеграция с почтой, ну то есть весь этот протокол взаимодействия, он как бы спрятан в Evolution Data Server пакете. В Evolution Data Server был также доработан, добавлен Яндекс.Провайдер. Почему? Потому что при запросе от GNOME Online Accounts как бы говорилось, что ой, это неизвестный какой-то провайдер, и с ним работать не буду. Там тоже, получается, надо было описать, что это за тип провайдера, какой тип аутентификации проходит, то есть как требуется. Потом как бы потребовалось тоже указать, каким образом добавлять, если не через GNOME Online Accounts данного провайдера, а через сам интерфейс программы. И после тоже внесения тех изменений, пересборки пакета, можно увидеть, что вот он добавился, то есть аккаунт появился в списке аккаунтов. Вот здесь вот. Ну и как бы содержимое этого аккаунта – почта. То есть она отображается, отправляется. Ну единственное, как бы такое замечание, что в Яндексе надо сделать настроечку, что типа разрешить доступ по IMAP для того, чтобы как бы эта почта читалась. Следующий шаг – это была интеграция с календарем. Календарь у Яндекса, доступ к событиям, организован по протоколу колдав. Поэтому, опять же, в том же самом пакете Evolution Data Server, ну то есть проверили, передали URL, но оно не отработало. Поэтому мы решили, как бы написали скриптет, который проверил, то есть согласно по документации Яндекса, то есть формировался заголовок OAUS с токеном. Ну и как бы этот скрипт показал, что способ работоспособный, то есть все как бы нормально. Были идентифицированы как бы участки кода, которые нужно поменять. То есть в Evolution Data Server там было как бы прописано bearer аутентификация, заголовок посылался типа bearer. Он был как бы… Это одно из изменений, такое ключевое. То есть изменено на кастумный, чтобы можно было как бы передавать ключевое слово OAUS, как ну как бы просит и ожидает Яндекс. Опять же все изменения были собраны, проверены. Ну и вот результат. Результат показал, что в Evolution отображается календарь, события. В Evolution отображается книга задач, точнее это список задач. А также все программы, которые работают с мануной нокаутс, ну просто GOA назову его, с GOA, также стали работать. То есть они получают списки календарей, показывают их события. А вот календарь на рабочем столе, который тоже получил доступ к этим календарям и тоже показывает эти события. Следующий шаг – это интеграция с Яндекс.Диск. Яндекс.Диск предоставляет два варианта доступа к данным. Это WebDAV и REST API. Ну пакет GVFS, это именно он как бы реализует монтирование этих файловых систем в GNOME. Там было обнаружено, что есть уже реализация WebDAV, поэтому было выбрано, что реализуем доступ к WebDAV. Проверили, опять же, не заработало. Начали проверять скриптом, почему GVFS не хочет, решили проверить, посмотреть. Он показал, что там есть особенности с аутентификацией также. То есть вроде как и добавлен заголовок о AUS, как Яндекс ожидает. Но все равно что-то не работало. Там получается такая проблема. При первом запросе возвращается ответ с заголовком www.authentificate, и там слово basic присутствует. Из-за чего WebDAV распознает это как basic аутентификацию и пытается ожидать пароля, не токен. Поэтому в скрипте было сделано, если встречается, в authenticate кроме basic еще и Яндекс. То есть проверка в этом случае принудительно заменялась аутентификацией на тип OAUS. Также было в GVFS идентифицировано, где такое происходит. Был сделан кастомный аутентификатор, характерный для Яндекса. И также была удалена проверка basic, и в случае для Яндекса проверка кастомная, характерная для Яндекса добавлена. Ну и результат не заставил себя ожидать. Можно увидеть, что Яндекс.Диск интегрировался и отображается в наутилусе. То есть можно увидеть аккаунт Яндексовский, который показывает его содержимое. Также на рабочем столе отобразилась папочка, нажимая на которую можно попасть на содержимое диска и увидеть его. Следующий этап это адресная книга. Здесь была проблема. Вроде как добавляли адрес, откуда можно получить эту адресную книгу Яндекс.Аккаунта. Но никак она не отрабатывала, возвращала, что книг нет. Поэтому решили вначале проверить базовую авторизацию. То есть в Яндексе создали приложение, сделали для него пароль. И он отработал. Показал список адресных книг. В случае с OAuth-аутентификацией ничего такого не показывалось. Покажу вывод. Если базовая аутентификация идет 207, ответ, ну статус, мультистатус. И список этих адресных книг. В то время как OAuth выдает 404, not found. Ну то есть не говорит, что авторизация не прошла, но при этом как бы и говорит, что никаких адресных книг не найдено. Об этой, ну как бы, никакой документации не было найдено. То есть это там мы что-то неправильно делаем или там какая-то проблема на стороне Яндекса. Поэтому мы обратились к Яндексу, но на текущий момент они как бы зафиксировали, сказали, да, есть такая проблема. Ну то есть, ну пока что как бы она не решена, поэтому мы решили рассмотреть вариант, чтобы добавить еще один провайдер с бейзика аутентификацией для Яндекса, чтобы можно было также добавить и адресную книгу. Так, ну какие планы на будущее у нас? Ну это, конечно же, отправить эти изменения в AppStrip, доработанных пакетов, это NoOnline Accounts, Evolution Data Server, GVFS. Потом устранить проблему и доделать интеграцию все-таки с адресной книгой Яндекс. Потом добавить поддержку REST API Яндекса, ну то есть вместо WebDAV. Оптимизировать, ну точнее сказать, даже первее, оптимизировать пока что работу с протоколом WebDAV для Яндекс.Диска, а потом добавить поддержку REST API, ну и добавить поддержку других отечественных сервисов. Так, здесь я хотел бы сказать, что если у вас есть предложение по интеграции новых отечественных сервисов, или там вы желаете участвовать в доработке, оптимизировать существующие пакеты, ну мы открыты кооперации. Вот здесь email, мой, куда можно написать. Ссылки на исходные коды, вот пакет NoOnline Accounts первый, второй это Evolution, это сервер, третий это GVFS. И хотел бы еще показать, ну как это все выглядит, то есть в упакованном виде, то есть уже на персональной системе, то есть на экране. Вот здесь вот регистрация, вот она проходит. Вот здесь вот добавлен аккаунт, получается, и как бы доступные движочки, то есть что интересует. Вот здесь показывается, что вот добавлено несколько этих Яндекс.Аккаунтов на рабочий стол. Вот здесь почта, это календарь, это диск, этот календарь, который там в трее показывается, и это Gnome календарь, ну то есть вот его события. Все. Воспользуюсь тем, что у меня есть уже микрофон, задам пару вопросов. Первое. Какие проблемы с Яндексом вы решили, чтобы вот эти все сервисы попали в ваш дистрибутив? Ну, например, я точно знаю, что Яндекс.Погоду вот просто так нельзя. Можно отдельный пользователь может получать Яндекс.Погоду, а с дистрибутива, который распространяется неконтролируемо, нет. Вы договор подписывали с Яндексом? Нет, договор пока что не подписывали. То есть это подпольная деятельность? Нет, это не все подпольная. У нас календарь, календарь получается доступен, почта, диск. Ну и вот мы хотим… Все эти сервисы Яндекс ограничивает, если речь идет о многих… Владимир, можно ли я задам свой вопрос? Это вот я. И ваш вопрос тоже будет более точным тогда. Ну давай. Вот, значит, смотрите, когда-то действительно… Я гранирусь Яндекс.Диском, потому что меня по жизни остальное не интересовало. Когда-то действительно можно было… Ну, обычный веб-даф монтирование работало. Потом оно перестало работать. И если зайти на документацию Яндекс.Диска API, там написано, что это деприкейтед. И скоро доступ к веб-даф будет прекращен. И нужно пользоваться REST API исключительно. И для этого, как говорит Владимир, нужно получать специальный идентификатор разработчика. Ну, я так понимаю, поскольку у вас он все-таки по веб-дафу, вы его не получали, этот идентификатор, Владимир. То есть у них старый… Фактически эта технология используется 10 лет недавности. Единственный у меня вопрос, который я не могу понять, почему же это до сих пор работает. То есть у Яндекса написано, что это не работает. И из коробки это не работает. Работает, работает. То есть они уже давно говорят, что это деприкейтед, но пока что оно работает. Поэтому я сказал, что в планах есть добавить REST API. То есть насчет этого подумать. А пока что добавили веб-даф. Вы же уверены, что завтра это не прекратится? То есть как-то… Ну, уверены быть во всем нельзя. Завтра может быть что угодно. То есть вам придется все-таки договариваться с Яндексом. Будем договариваться. У меня еще был второй вопрос. Вообще говоря, МСВ — это мобильная система вооруженных сил. Простите, а им или у вас статус этой ось поменялся, или зачем военным? Простите, через публичный сервис аутентифицироваться. Я бы, наверное, сказал, что статус поменялся. А, то есть теперь это не для военных, а для всех? Статус Яндекса. Так, вопрос все-таки я задам, да, можно? Значит, во-первых, спасибо за доклад, очень интересно. И идея о том, что можно было бы интегрировать операционную систему с службами внешними, вот я здесь не согласен с коллегами, что они вас критикуют, потому что большинство API здесь открытое. И, ну, как бы, наверное, логика о том, как бы чего не вышло, она вот как бы, я наблюдаю ее, вот еще раз, да, она причем навязывается своими же коллегами. И даже останавливает, потому что все думают, как бы не вышло. Какой вопрос? Во-первых, смотрели ли вы, думали ли вы о том, чтобы провести интеграцию еще более тесно и встроить аутентификацию в PAM? Чтобы, вообще говоря, во время логина при вводе, ну, как бы, собственно, Microsoft Passport, да, только через Яндекс, я думаю, им была бы интересна эта история. И ради этого они, возможно, вернули бы старый интерфейс какой-нибудь там. Именно с Яндексом или какого-то там, например, ну, другого сервиса? Нет, в данном случае Яндекса, у вас уже большая часть готова. Это как бы первый момент. И второй момент, смотрели ли вы на такой прям сразу крамольный возникает запрос на госуслуги? Ну, с госуслугами еще пока что не смотрели. Решили, как бы, первое взять для затравки Яндекс. Там у них, получается, как бы, ну, описан есть протокол и хоалс. То есть его открывать. А дальнейшее, как бы, ну, дальнейшее развитие, ну, на этом не собираемся останавливаться. И как раз дальнейшее развитие, то есть если будут предложения, то есть будут запросы, мы, как бы, будем их формировать. Один вопрос вот с точки зрения взаимодействия. Вот вы назвали свой email. А есть ли у вас, у вашего проекта какого-то подхода, там, публичные, как бы, инструменты взаимодействия? Там, рассылка какой-то там, способ, вот вы сами просмотрели? Это будет, будет. У нас просто сейчас это формируется. А как мы про это узнаем? Вот это такой непростой вопрос. Сейчас. Возможно, да, на следующей конференции. Евгений. Да, здравствуйте. Евгений Замри, главный архитектор, собственно, проекта MSVSphere. Скоро все будет. То есть пока проект в статусе пререлиз. Вот. И не было еще официального анонса, не было, собственно, выпуска публичного сайта. И все эти активности сейчас, ну, такой активной фазе, да, и скоро все будет. То есть будет анонс, будут списки рассылки, будет публичный нормальный гид, с которым можно работать. Поэтому следите за новостями, я думаю, об этом непременно напишут. На хабре, на различных ресурсах, то есть уже как бы готовится все. Вы мобильная система вооруженных сил или вот у вас домен там Infernal OS, какой-то дьявольской OS? Все-таки это разные вещи. MSVS это действительно мобильная система вооруженных сил. И когда-то это разрабатывалось вот не из Соломатина, да, а сейчас MSVSphere это такой именно коммерческий дистрибутив, да, то есть это не для военных, это не какая-то там секретная сертификация, что-то еще. То есть это именно, ну скажем так, enterprise сегмент, small business, вот туда мы идем и по сути прямой связи, кроме имени, тут нет. CentOS Stream очередной. Я бы не сказал. То есть разница достаточно существенная и будет увеличиваться. Нет. Скажите, а вы готовы включать другие произвольные САС-сервисы, интегрироваться? В принципе, да. Тогда можно с вами будет переговорить. Спасибо. Стас, я на самом деле ваш вопрос хотел, ваш комментарий прокомментировать. Вот, вы сказали, что что-то, да, как опять нагнетается, да, что как бы что-нибудь случилось, но… Ну когда-то, понимаете, безуслуги уже предлагают на первом экране с долгениться, так это… И тут сразу повестку вы получаете, там сразу… На самом деле у меня… Да. Доставить не успели, а уже получили. И закрыть пытаешься, но вот он не закрывается. Да, да. Там же можно добавить фильтр. Было даже чуть-чуть о другом, да, что в принципе свободное программное обеспечение, насколько я вот его чувствую, предполагает, что мы пользуемся надежными и независимыми, ну хотя бы интерфейсами. Понятно, что иногда хочется получить там доступ к проприторной услуге, но не на таком основании, что они объявили deprecated, да, и мы просто надеемся, что оно никуда не исчезнет. То есть должен быть некий договор между сообществом и вот этим гуглом. Яндексом. Да. К сожалению, они не работают никак. Вот кладбище гугл-проектов мы все знаем, никак сообщество не могло не поменять, чтобы это хранили. Если как бы вот это облако вообще не идет на контакт и не заключает какой-то договор, хотя бы джентльменское соглашение, то, конечно, не хорошо. Я знаю людей, которые в Яндекс устроили, чтобы починить баги, не смогли в этих проектах. То есть у меня комментарий был больше об этом, а не о том, что кто же знает, что случится. Ну, одно из, мне кажется, особенностей движения за свободное программное обеспечение, это именно еще и надежность для пользователей. Ну, свободы в Яндексе там не так много, да. Ресурс, есть стоки, есть хороший контент. Нет, но тут одно как бы надежность, а другое, например, это если кто-то этим пользуется, то оно должно быть доступно для него. То есть мне, например, если не нужен Яндекс.Диск по веб-дал протоколу, я просто отключу его слайдером, и он мне не нужен, почта есть. То есть если Яндекс поменяет как бы условия, ну, свободное ПО на такое, что постоянно… Там с Яндекс.Диском, то есть с веб-далом, там известно, что он просто, когда начали все больше пользоваться, он там начал сильно деградировать по перформансу. Людей, которые могут его починить, то ли нет, то ли уволились, то ли умерли, то ли еще чего-то, им это неинтересно, вот и все. То есть не то, чтобы они им злобствуют, но вот просто собрались продукты и сказали там, ну, нахер, вот, и все, привет. Оно пока еще работает, потому что не отключили, ну, нет, для этого тоже надо решение принять, а это какие-то ресурсы ментальные, которые надо тратить. А нахрена тратить. Ну, и совсем будет какой-то вонь, типа, чего у вас там плохо работает, а скажут, ну, вот уже два года не гарантировали, отключаем полностью. Не будете вонять, можем потихоньку пользоваться. Особенно если никому не говорите, что такая штука есть. Никому не говорите. То есть фактически, мне кажется, СПО переросло в реверс инжиниринг. Мне кажется, СПО переросло в реверс инжиниринг. В свое время это было очень модно, но сейчас, мне кажется, надо, уже мы выходим на более серьезный уровень. Ну, может быть, у нас есть специалисты из Яндекса. Давайте Яндекс не будем здесь обсуждать. Спасибо за доклад. На самом деле, реально интересно. Специалист Яндекс, я и прав. Ну, ладно, вот, посиди. Но вопросы с Яндексом надо решать. Базарь пока не решит. Звучит угрожающе. На конференции прозвучало вопросы с Яндексом надо решать.